так у нас становится все меньше несмотря на изоляцию самоизоляция надежда только на то что когда-то все это будет перелопачено в виде книг этот опыт не пропадет так читаем не могу прикрепляйте скота нужно ли обрабатывать срезы на кольцо прескать специальным химикатом против грибов дорос перед тем как нанести садовый вар вы знаете мое отношение к срезам на кольцо сразу шерез дыбом с этим не работал с розами что такое розы ну-ка давай вспомним по моему это дикий шиповник да когда-то она была диким шиповником так по моему тогда получается это обычный куст а зачем делать срезы на кольцо получается я могу только добавить вопросов эти срезы на кольцо многолетней давности случайно увидел а так погодите причем тогда розы срезы на кольцо многолетней давности увидел на столе сливы, на них черный налет если покорябывать ногтем, то поверхность как пробковая только один сантиметр, кора вокруг нормальная срез был не обработан нужно ли обрабатывать срезы в общем смотрите, сейчас уже если это многолетние как вы пишите были сделаны давно, сейчас уже поздно обрабатывать то что надо, грибы сожрут чернота это гриб черный налет, что надо он сожрет, вот, вы можете конечно обработать и тогда уже и не просто обработать, а тогда уже и эту дырку чем-нибудь закрыт ну а что кроме как густой этой масляной краской ничего в голову не приходит вот, но все-таки это тот же принцип мертвого припарка можно уже и не трогать, что есть то есть так, вопрос по селекции абрикоса буду на него прививать соседский персик так фрукты, которые по моему понятию мелковаты каким росткам отдать предпочтение мощным ростом, скрепным стилем, группными листьями, но обычным личным фруктом или росткам с тоненьким сибирком, очень мелкими листучками, но крупными фруктами я так скажу, и тем, и тем так ну если речь идет об одном дереве на нем разные фрукты висят тогда это не имеет принципиального значения если вы про одно единственное дерево говорите где есть и такие, и такие вот, но что бы я бы сделал я заметил следующее изначально вопрос не какие должны быть фрукты а какое должно быть дерево оно должно быть максимально устойчиво персик очень нежное дерево все таки не зря оно даже на Украине только даже формально считается что персик ну кто-то может выращивать какой-нибудь там такой же садат любителя, как я официально считается Крым Одесская область Николаевская, Херсонская все это вдоль Черного моря а вы живете где допустим гораздо севернее или в любом месте где-то еще где-то чуть климат похуже тогда надо давать мощным как вы пишете а, мощным ростом с крепким сибиром значит тогда получается само дерево по себе будет более долговечное а размер фрукта уходит на второй план ну и боксинг вот а еще лучше как в том мультфильме помните ты что будешь что у тебя больше сосисок или котлет а того побольше и того побольше так знаю что правильно бы сажать все что есть на результате долго ждать может и закономерно в моих личных наблюдениях одно чем у меня сегодня продавал прямо на месте у себя тут веточки и вот я показывал вот веточка да а человек не знает тоненькие среденькие и самые крупные вот я говорю беру самую толстую есть на что привить есть я что заметил вот это вот передается будущему дереву когда я беру ветку толщиной вот с мизинец да ну с этот палец уже почти невозможно привить вот ну с мизинец допустим он тоже довольно крупный тут 10 сантиметров или больше если мне удается сделать срез два таких среза крепко связать у меня вырастали за одно лето деревья вот такие вот не шучу десятки веток высота на вытянутой руки насыпочка за один сезон чего не хватало это счастье это я считал благодаря вот этой толстой толстой ветке средняя ветка средняя саженность ну это можете догадаться мелкая ветка мелкий саженность в общем дальше решайте сами так брат мой на месте виноградов на месте если бы еще кто-то это так ладно не буду отвлекаться свинин архангельская на месте через недельку застут абрикосы мои даже еще и не это только под бутылками так разница огромная тут у меня все говорят что у вас климат краснодарский а у меня все спит а в этом в теплице привитый проснулся а эти так и спят еще так дальше я отдал проиловицкого что значит я отдал проиловицкого я отдал проиловицкого а вот эти вот эти может ссылки так ладно дамасеевич валерий константинович ваши чернки привил в разные лукошки да что ж такое настольная прививка вышли почти почки отличные только в землю пересадили бутылками накрыл за два дня высохли настольные а почему настольные это надо было там на коленке как я ноги портить землю пересадили бутылками накрыл за два дня высохли но они не высохли там может быть может быть может быть все таки генетическая несовместимость обычное дело я столько раз рассказывал привез 300 черенков ой 300 саженцев вот этого от той самой Байковой Галины Николаевны как они на них привали привил 40 этих первый раз и руки опустил 40 королевских на больше времени хватило 39 мертвых 40 погиб на следующий год вот это результат а ведь я же умел привать у меня самые первые прививки пошли когда я еще в руки взял обыкновенный нож карачины представляете а тут выпали перепад то ни при чем под бутылками перепады не сильно влияют так осталось ждать прививку по железу на почке еще спят под бутылками ночью 0 что страшнее для почек что такое прививка по железу я приваю это обычным способом только пониже что страшнее для почек мороз засуха перепады ночи вот если ночью 0 и мин плюс 15 самое лучшее время для прививки а под бутылкой ничего не при такой это считайте в Африку попали вот накрыл бутылкой все так ссылка на видео с Крыма по-моему вы мне прислали там где про 4000 этих самых 4000 гектаров уничтожен урожай вопрос с ютуба Елена Апарина здравствуйте Московская область если сажется однолетний то есть один прутик его тоже надо обрезать при посадке весной да поймаете ему кажется один прутик его не надо резать все равно корни нарушены все равно крепкого здоровья долгих лет спасибо Людмила от канавис помогает помогает сосном бару все вирусы убиваются на колярсусе надо посидеть все проходит видео старички стариковские болезни помолодели это знают все но естественно коронавирус у нас в России людей косит в два раза больше чем Китай я вам показывал как китайцы и как мы вот это уже понятно имбирь наверное помогает поднять иммунитет но если иммунитета нет как вот единственное что умное все таки фильм посмотрел там было о том что это вытравлено микрофлора в организме антибиотиками когда-то помогали сейчас они мешают вот вытравлено и когда попадает вирус бороться некому желудок какой у нас стерильный он не борется а чаще всего попадает инфекция через желудок там насчет имбиря ничего не скажу теперь так посидеть на корнях сосны ну наверное повезло тому кто в сосновом бору прям имеет дачу это близко ко мне к моей то есть у меня там как я говорю у нас рядом сосновый бор в десятках метров правда вот эти же мусором захламленные интересно тот кто мне сказал что я глупостью занимаюсь закапывая мусор представляете бор весь мусором засыпан ужас а это не глупость удобно же взял от него с метров на 50 и высыпал между сосен это не глупость а теперь так значит 5-6 часов ну что я наверное этот совет принимаю даже запомню почему бы мне не посидеть 5-6 часов на корнях сосны да мне это в моих тем более у нас сосны огромные здоровые так хороший совет спасибо я его запомнил хоть памяти нет но это запомнил так как какой сорт абрикоса будет предпочтителен при прививке на сливу венгерку вот чего не знаю того не знаю дело в том что значит получается как есть слива венгерка может быть внизу абрикос вверху или как у Чернобаева слива привитый на абрикос захотел вот так сделать а я вам показывал сливу привитую на абрикос а перед этим показывал ну фотографии с девочкой абрикос на сливу но это все как сказать случайные случаи если бы я специально об этом занимался ну кто бы меня кормил я бы испытал бы довел до положения 50 100 200 300 но это серьезная работа там бы можно было бы ответить а здесь если у меня допустим бай прижился прекрасно ура бай а кто-то может еще лучше приживется а бай через 2-3 года сдох 2-3 года поплодоносил вот на сливе и сдох поэтому одно скажу если делить то чем я располагаю сливы китайки сливы венгерки так то с абрикосом более совместимо сливы венгерка вот так я могу ответить хотя бы более-менее определенно так привет Марина привет с Казахстана сегодня проверил косточки приоткрыли сливы китайки абрикосы манджорцы броска амура элита пока спит так садить проверил садить немедленно а у вас там снег был запоздало ну тогда при первой возможности садите королевский сувенир востока надули шарики рыжий асфальт и номер 1 и ни коня набухли так а как вы проверите набухли или нет видно будет при первом носе высаживайте если все-таки солнышко появилось так теперь хотел еще сказать я еще продаю косточки вот видите каталог семян на экране еще продаю у меня в прошлый раз я показывал несколько фотографий там они начинали проклевываться и только один какой-то много проклевывал 6 из 10 по моему вот сейчас письма продолжают идти и все тоже один-два прокнулся один-два прокнулся что делать я говорю высаживать при первой возможности или весна пришла все переезжать в холодильнике будут живы но не взойдут это вот почему болезнь какая-то или вторая болезнь рассадить по этим вот кто-то из вас может видел появился ролик есть такой галкин сад это замечательный блог блогерша Галина вот она получила у меня косточки и они начали прокляться она это начала садить уже много посадила в горшки и горшки в отличие от меня она со мной не советовалась она считала что это нормально вот и даже говорила что я так что это чуть ли не мой совет я сводился за голову довольно на родственнике уже там один-два карандаша прекрасно видно что здоровенькие такие абрикосики я ей позвонил говорю Галина срочно высаживайте потому что еще немного потом посадите они все будут умирать сильный большой разрыв по времени потому что в горшке у вас уже судя по росту май-юнь в горшке растило теплее на подоконниках вот а на улице будет апрель с его заморозками все попередухнет вот и все от моего имени ну пришлось конечно немножко это поговорить с ней вот ну а и как рождаются легенды железу 50 лет оказывается занимается новостом он первый внедрил абрикос это я значит причем кто это научил я всегда говорю что с огромным уважением к Левицкому к Бородичу вот ко всем кто это передел меня мне не передел чуть-чуть чем этим знаете что такое лыжня протоптана это я вначале шел по протоптанной лыжне вот удобно тяжело первому а потом уже начал свернул скучно было идти за чем-то задом тогда уж я свернул в сторону вот но 50 лет это неправда 35 и не первый я надеюсь не последний так теперь по фото черный абрикос или нет еще можно нажимать или нельзя нажимать нажмем я надеюсь не по фото это просто абрикос не черный по фото это обычный абрикос ну и ничего утверждать не буду потому что что такое черный абрикос это гибрид абрикос со слевой может быть как раз о куда-то я теперь попаду ли я обратно где я был нет наверное нет наверное не туда нажал Антон Валерьевич если меня слышно так можно ли вернуть меня обратно промашку я сделал похоже вот уж кто разбирается так ага тогда будем заканчивать значит то что я видел черный абрикос гибрид вот может быть он потом окажется черным но чисто внешне это обычный абрикос так привет из Твери у нас опять идет ах смех хорошо абрикосы спят но впереди 20 обещают 25 обещают мне так хочется застрелиться как сажать косточки абрикосы я понял заглубление ну вот как вы поняли а миллиметр я чуть не я чуть раз дым да 2-3 миллиметра показалось сантиметр есть отличия в посадке слив вишни черного ореха нет никаких нет отличий в природе косточки сливы вишни черного ореха падают и всходят вот так а мы вынуждены немножко заглублять и то это вынужденная мера если косточка покнулась так что сбросила чешуя в себя доли вы видите как слабо дать нужно оставлять сверху конечно конечно так отличие посадки на какую глубину садите на яблонь груш то же самое 2-3 миллиметра еще раз говорю лучше бы поэта это хорошо рассуждать этому Хольсеру отличие мужики гениальному раскидывать вот так семена представьте себе что он раскидывает семена мы например которые стоят 25 рублей или хотя бы 20 семечков вот я раскидаю а процент выхода от 1 до 10 процентов если раскидать вот так вот это надо быть миллионером так у черного абрикоса листья как у слива или абрикоса как у сливы ну что ребята все нормально поговорили а вот кто-то пишет Александр ну что сказать Ханты-Мансийск это вам не хухры-мухры и винограду пишет но в принципе в наше время еще не стекло так и уже не пишет или пишет так пока они что-то пишут или не пишут еще раз напоминаю черенки семечки сухие семена мокрые семена еще мокрые не поздно из черенков пока едится долго шла причем давненько уже дней здесь назад единственное было замечание пришел один черенок с раскрывшимися почками единственный и с тех пор еще десятки людей получили черенки и ни один не сказал что проросли это здорово вот семена потому и скидка чтобы некоторое количество может быть и выкинуть если вот такие вот хвосты выдать но можно и попробовать посадить так ну все я смотрю уже никто не пишет Антон Валерьевич давайте закругляться прошу от вас писать ссылку вас прошу вот сюда нажать вот сам никогда не нажимал я же продаю не покупаю а так что пишет Харсан смотрите попозже не будем делать вебинары в 17 по Москве а вопрос чтобы на час позже давайте так сделаем будем считать что вопрос не мне задали а таким же как вы вот а там у нас демократия в стране я вот газеты читал что у нас демократия победила да мы живем в стране развитой демократии да вот боже царя храни сильный державный царствуй за славу нам за славу нам в общем про демократия давайте вместе решать когда проводить все заканчиваем теперь вроде все спокойной ночи друзья до завтра зеркала до завтра Продолжение следует...